Музыка Этот остров дал название самому известному в мире рыцарскому ордену. Этот остров воспел Великий Байрон. На каждый квадратный километр этого острова приходится по одной католической церкви. Всего их здесь более трехсот. Мы на Мальте, в деревеньке Марса Шлок. Здравствуйте! Это программа «Планета собак». Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. Сколько на планете пород, столько же стран, городов, областей, островов. В нашей программе мы расскажем вам о собаках и собачьей географии. В Англии – об английском поинтере. В Германии – о немецкой жесткошерстной легавой – дратхаре. В Чехии – о чешском фоусеке. Но сегодня мы на острове Мальта. И рассказ наш будет о интереснейшей породе. Называется она «Кельпталькасса». А еще их здесь называют «Мальтийский поинтер». Испокон веков Марса Шлок была рыбацкой деревушкой. Ах, какое же это удовольствие пройтись по рынку и вдохнуть запах соленой воды и свежей рыбы. Удивительная безмятежность разлета в воздухе. Хочется на время стать бесшабашным и праздным издельником. Глазеть по сторонам. Примерять легкомысленные головные уборы. Слушать заезжих музыкантов. Даже исполнять на центральной площади танец маленьких утят. Век путешествуй и век вспоминай. Увидев на площади покровителя всех рыбаков апостола Андрея, я не мог не вспомнить, что Андреевский флаг, точнее, кормовой флаг кораблей военно-морского флота Российской империи, носил на себе графическое изображение косого креста, на котором был распят Андрей Первозванный в греческом городе Патры. Самое время заняться расследованием и понять, почему на этой пристани развивается российский флаг. Но, похоже, мне придется отложить поиски. На причале я неожиданно увидел, кого бы вы думали? Да-да, мальтийского поинтера. Вот он бродит среди рыбаков и рыбацких сетей. По-видимому, ищет застрявшую в сетях рыбешку. Кто сказал, что мальтийский поинтер должен охотиться именно на птицу? Ничего подобного. Здесь в порту, в принципе, и сгодится рыбешка. Эта собака очень внимательно следит за всеми передвижениями маленьких рыб, которые здесь снуют туда-сюда. Такое впечатление, что эта собака не устала от жизни на рыболовецком баркасе, а наоборот, рыбацкая жизнь вошла в плоть и кровь этой замечательной собаки. Помните, был когда-то давным-давно такой советский фильм «Соленый пес». Вот это, наверное, соленый поинтер. Рыба! Давай, давай вместе ее поймаем. Давай, давай, пошли вместе ее ловить. Панго, смотри, панго, панго, панго. Давай, давай, давай. Да что ты говоришь? Зовут этого милого кобеля панго. Мы попытались расспросить у местных рыбаков, чья это собака. Ну, пока никто не признался, но интересный факт. Никто не может сказать, сколько ему лет. Некоторые говорят 14, некоторые говорят 16, а некоторые вообще говорят, что ему 18. Ну, в принципе, я в это поверю, потому что чистый воздух, свежая рыба, прекрасное море. Так что что еще нужно? Нет, не для того, чтобы встретить старость, а для того, чтобы даже в таком преклонном возрасте чувствовать себя превосходно. Да, горластый ты. Да, и красивый. На Мальте, если ребенок громко кричит или ведет себя как-то не очень правильно, ему говорят, не веди себя как шлукай. Все дело в том, что называется эта деревенька Марсошлок, что в переводе на русский означает юго-восточная гавань. Живут здесь рыбаки. Здесь же и есть небольшой рыбный базарчик. И когда рыбаки приходят из моря, они весь свой улов выставляют на продажу и, естественно, громко зазывают покупателей. Мой новый знакомый, соленый пес по кличке Панго, по-видимому, решил, что плавать в море будет намного эффективнее, чем сидеть в резервуаре на набережной. Пожелаем ему удачи. Может, и приманит своим лаем какую-нибудь полупьяную мурену. А сами отправимся дальше, на поиски других мальтийских поинтеров. Поиски оказались недолгими. На одном из пляжей мы встретили еще одного рыбака. Этот пес – местная знаменитость. Его зовут Лаки. Он прекрасный пловец, впрочем, как и все мальтийские поинтеры. Мало того, что он прекрасно плавает, так он еще и ныряет. Хотелось нам увидеть, как ныряет Лаки, но хозяин был занят выдачей лежаков. Поэтому пришлось просто пообщаться с Лаки, поговорить о том, о сём. И неожиданно выяснилось, что Лаки обладает весьма специфическим вкусом. Вообще мороженое для собак – вещь не очень полезная. Во-первых, холодная, во-вторых, сладкая. Но вот Лаки очень любит мороженое. Хозяин его иногда балует вот таким вот лакомством. Вообще о вкусах не спорят. Вот Лаки нравится именно клубничное мороженое. Мы решили порадовать этого замечательного пса и угостить его как раз клубничным мороженым. Оно вкусное? Да, очень. Ой, молодчина какой, молодчина. Интересно, что мальтийских поинтеров можно встретить на многих пляжах, близ воды. Я вообще прихожу к выводу, что это настоящая морская собака, этот мальтийский поинтер. Имя Лаки переводится как «счастливчик». Вы знаете, я его понимаю. Здесь настоящий рай. Солнце, море. Ну и туристы, которые подкармливают его мороженым. А вот, кстати, и новая порция туристов прибывает на пляж после морской прогулки. Ох, чувствую я, ждет Лаки сегодня еще несколько порций клубничного мороженого. Я решил вздремнуть. То ли разморило от запахов морского ветра, шума волн, то ли минутная усталость нахлынула. Я уснул, и мне приснился странный сон о том, что жизнь проходит мимо. Безнадежно и безвозвратно проходит. Я так испугался этой проходящей мимо жизни, что мгновенно проснулся и бросился бежать. Куда глаза глядят? Навстречу жизни, морю, небу. И на бегу уже вспомнил о цели своего путешествия. Не может быть, чтобы на острове были только морские соленые собаки. А где же сухопутные мальтийские поинтеры? Те самые, с которыми уже много столетий охотятся на птиц на этом благословенном острове. А это что еще такое? Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Салют среди бела дня. Мне показалось сначала, что на самом деле я все еще сплю на скамейке на набережной. Я пытался моргать и даже один раз ущипнул себя. Пойду-ка я туда, где бьют эти орудия. Это был салют по случаю самого известного праздника на Мальте. А какой же праздник без собаки? Только почему-то их здесь не видно. Одни лошади. Но не будем отчаиваться. Если есть лошади, значит будут и собаки, подумал я. И оказался прав. Вы знаете, много национальных праздников, которые бы отмечались собачьими выставками и всяческими народными и собачьими гуляниями. Вот, между прочим, на Мальте здесь сейчас именно такой случай. Все дело в том, что в 1574 году в этом местечке, которое называется Минария, вспыхнул кроличий бунт. Именно этому событию и посвящен этот праздник, на котором мы с вами находимся. Говорят, что здесь будет огромное количество мальтийских пойнтеров, да и вообще разной другой живности. Ну, в любом случае, сейчас все сами увидим. Сколько раз бывал я на выставках собак, и всегда меня охватывает трепет. А как волнуются новички. Большинство дебютантов я имею в виду четвероногих. Такого количества людей-собак в жизни не видели. А здесь еще музыка, жара. Мероприятие-то не рядовое. Национальный праздник как-никак. А появились майкийские пойнтеры. На Мальте, как мне кажется, очень просто. Охотничьи собаки самых разных пород приехали на Мальту вместе со своими хозяевами. Английскими, французскими, итальянскими рыцарями. На Мальте эти собаки перемешались. Их потомки и стали называться мальтийскими пойнтерами. Здесь, в этой оливковой роще, настоящий праздник мальтийского пойнтера. Это уже не те одинокие морские собаки. Здесь, на этой выставке, представлены лучшие мальтийские пойнтеры Мальты. Это гордость, это цвет породы. Раз уж мы оказались на выставке собак, то, как говорится, не грех познакомиться и с историей подобных мероприятий. Первая в мире выставка собак была проведена в Англии, в городе Нью-Кассел, 28 июня 1859 года. На ней были представлены только охотничьи породы. Всего 50 пойнтеров и сеттеров. Первые выставки собак мало походили на современные. В Нью-Касселе судейская коллегия располагалась в палатке. Участников с собаками по одному приглашали в палатку. Собаку ставили на специальную скамью и оценивали экстерьер, осматривая и ощупывая все тело собаки руками. Собаки ставили оценку по шкале баллов отдельной для каждой породы. Публика, которая находилась вне палатки, должна была довольствоваться скупыми сообщениями судей и лишь наиболее смелые болельщики заглядывали внутрь и делились своими впечатлениями с окружающими. В России первая выставка собак состоялась в 1874 году в Москве. Она была организована по английскому образцу. В 1887 году в Цюрихе, в Швейцарии, прошла первая международная выставка. В ней участвовало уже 625 собак. Выставки становились все более и более популярными и зрелищными мероприятиями. В России они вызывали такой же интерес, как и за границей. В те времена судейство сводилось к распределению призов и медалей, так как выставки не преследовали селекционно-племенных целей. Сейчас выставки – это демонстрационная витрина мира собак. Здесь отбираются собаки, наиболее соответствующие стандарту, разработанному специалистами из клубов-любителей той или иной породы. У нас в России есть такое понятие – бонетировочная выставка. То есть там представлены собаки, которые имеют как рабочие дипломы, я имею в виду, это прежде всего охотничьи собаки, так и выставочные заслуги. Здесь, на Мальте, есть некое подобие таких бонетировочных выставок. Но здесь рабочие качества у собак приветствуются. Они не обязательны, но желательны. Кстати, я забыл рассказать, что же такое кроличий бунт. Майкийские рыцари – сплошь аристократы – запретили простолюдинам охотиться на кроликов, между прочим, единственную дичь на острове. Простолюдины взбунтовались и добились отмены запрещения. И вот уже 400 лет празднуют свою победу. Этому ребенку всего 4 месяца. Скоро он будет участвовать вот в таких вот выставках. Может быть, будет даже работать, охотиться. Очень показательный момент, что, в принципе, на Мальте всерьез занимаются именно разведением этих собак. То есть это не просто прихоть группы людей, а это национальная программа. Национальная программа по сохранению своих культурных исторических традиций. Вот, наверное, таких программ не хватает у нас в России. Но это так. Небольшое лирическое отступление. Праздник продолжался. А я был вынужден покинуть парк Бускет. Хотя было немножко жалко. Мы не посетили выставку ремесел, не посмотрели на коров и домашнюю птицу. Надо сказать, что этот праздник всегда был настолько популярен на Мальте, что девушки когда-то перед свадьбой настаивали, чтобы в брачном контракте был пункт. Муж обязан каждый год вывозить жену на Мнарию. Праздник на Мальте в этот день был повсюду. И раскрашенные фигурки католических святых зорко следили за всем происходящим. Мы покинули гостеприимную Мнарию для того, чтобы встретиться с человеком по имени Филипп Борч. Он обычный владелец мальтийских поинтеров. Как правило, мы приезжаем к великим заводчикам в огромные питомники для того, чтобы показать вам лучших представителей породы. Но сегодня мы уже видели лучших представителей породы. А сейчас мне бы хотелось вас познакомить с обычным человеком. Он обычный водитель, работает по 16 часов в день, 6 дней в неделю. Но собаки – это его любовь и это его жизнь. Он нас должен ждать где-то здесь недалеко, вот, наверное, в соседнем дворе или в соседнем парке. Идем знакомиться. Однако я ошибся. И в ближайшем переулке не оказалось ни двора, ни парка. Зато оказалась живописная лестница, по которой мне пришлось подняться, чтобы воочию убедиться, что я на ложном пути. Честно говоря, я не расстроился. Подниматься и спускаться по этим узким улочкам, по этим уютным, уходящим в неизвестность лестницам, было удивительно приятно. К тому же остров Мальта такой маленький, что даже если захочешь, не заблудишься. Так и случилось. После нескольких минут кружения по окрестностям, я наконец понял, что пришел по назначению. А вот он этот человек, Филипп Борч. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Fine, thank you. Ты мой хороший. Правильно, умный в горы не пойдет. Молодчиночка. Ай, хорошо. В принципе, эти собаки сейчас находятся, мягко говоря, далеко не в идеальной физической форме. Собаки, мы же знаем, что они очень похожи на своих хозяев, а мальтийцы обожают поесть. Ну и появляются некоторые излишества. Но, как говорят владельцы этих собак, мальтийский поинтер моментально входит в форму. В сентябре здесь начинается охота, и собака сразу сбрасывает лишний вес, и буквально через пару недель охоты практически кожа до кости. Вообще считается идеалом здоровья, причем не только охотничьей собаки. Когда у нее при ходьбе просвечиваются два последних ребра. Я понимаю, что сейчас многие любители собак просто ужаснулись тому, что вообще я говорю. Но да, вот тогда собака считается здоровой. Вообще собаку перекармливать ни в коем случае нельзя. Это вредно. Нормальное состояние собаки – это голод. Потому что голод движет хищником. Когда хищник сыт, он никуда не пойдет, а значит, он уже не хищник. А собака – это еще та зверюга. Только сейчас, встретившись с Филиппом, я узнал, как правильно на мальтийском языке звучит основное название этой породы – Кельпталькачатамальта. Поэтому, пользуясь случаем, приношу извинения и собакам, и охотникам за свое плохое произношение. И все-таки привычнее мне их называть мальтийскими поинтерами. Почему эта порода называется поинтер? Ну, вообще слово поинт означает стойка, а еще есть значение точка. Когда собака находит дичь, она виляет хвостом, и когда она встает на стойку, хвост ее замирает. Вот эта точка, где кончается хвост собаки, и называется поинт. С одной стороны, эти собаки похожи на всем известного английского поинтера. Вот посмотрите на голову, голова в форме так называемого стоптанного башмака. С другой стороны, все-таки эти собаки гораздо ближе к итальянскому браку. Ну, надо сказать, что здесь до Сицилии-то всего ничего, 97 километров по морю. И итальянское влияние здесь очень сильное. С другой стороны, 200 лет господствовали англичане. До 1939 года на Мальте вторым языком был итальянский, после мальтийского. И это несмотря на то, что Мальта была колонией Англии. А когда Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии, мальтийцы в знак протеста решили сделать вторым языком английский. И всячески начали поощрять все английское, в том числе и разведение английских собак, английских поинтеров. И может быть от этого, частично, наверное, от этого эта порода имеет второе название, мальтийский поинтер. А поинтер, как мы с вами знаем, мало того, что это английская порода, так естественно и английское слово «Пойнт». Информации об охотничьих собаках с острова Мальты у нас в стране, в русскоязычном интернете, в различных специальных справочниках нету вообще. В принципе, эти собаки за пределами мальтийского архипелага малоизвестны. Тем интереснее пообщаться со специалистом. Этого человека зовут Эллен Якурини. Семья Эллен очень дружна с семьей Филиппа. Эллен специально приехала сюда, чтобы рассказать об этих замечательных собаках, об их истории и стандарте этой породы. Эллен, пожалуйста. Эта собака – очень хороший апортировщик. Она не только принесет птицу, упавшую на землю, она, будучи очень хорошим пловцом, принесет и тех, что упали в море. Это характерно для собаки этой породы. Его ноги кажутся коротковатыми для такого тела, но это характерно для этой породы. Вы, наверное, предпочли бы более длинные ноги. Но нет, наши собаки низкие. Корпус собаки чуть-чуть вытянут. Это нужно, во-первых, чтобы собака легко передвигалась в горах, а во-вторых, это помогает им держаться на воде. Задние ноги очень мускулистые и очень сильные. Хвост купируется в щенячьем возрасте. Он виляет хвостом, когда что-нибудь ищет. Это очень радостные собаки и хорошие компаньоны, поэтому их часто держат в домашних условиях. Они очень хороши с детьми, совсем не агрессивны, и при этом прекрасные охотники. Мы используем их в основном для охоты на перепелов. Все, что им нужно, это много воды и много еды. Друзья, я хочу, чтобы вы осознали всю серьезность момента. Все дело в том, что до этого момента, до этой программы, группа в мире, даже здесь, на Мальте, никогда не снимала и не рассказывала об этих собаках. Я думаю, что через какое-то время эти собаки с прекрасными рабочими качествами будут популярны далеко за пределами Мальты. Дорогие друзья, российские охотники, заводите этих замечательных собак. Я уверен, результаты вас порадуют. В 2010 году для мальтийского поинтера, для породы в целом произошло знаменательное событие. Энтузиасты и заводчики этой замечательной породы подали документы в Международную кинологическую федерацию с просьбой признать свою любимую породу. Они настаивают, что эти собаки должны называться следующим образом. Кельпталькачатамальта. Это переводится так – охотничья собака с Мальты. Мне кажется, что это замечательно, что небольшая группа людей, небольшого острова. Собак здесь тоже не очень много именно этой породы, хотя они по-настоящему любимы. Вышли на международный уровень, и они хотят, чтобы их родная порода была признана во всем мире. Я преклоняюсь перед этими людьми. Дорогой мой друг, мальтийский поинтер, я так благодарен тебе, что ты мне показал эту замечательную страну. Эти горы, это море. Знаешь, я очень хочу тебя отблагодарить за это. И я знаю, что тебе нужно. Это корм «Пять звезд премьер-меню». Отечественные собаководы давно мечтали, чтобы у нас в стране был корм, который ничем бы не уступал зарубежным аналогам. И вот, наконец, он у нас есть. Это корм «Пять звезд премьер-меню». После трудного дня, жаркого, тяжелой работы, я уверен, нужно очень хорошо подкрепиться. И корм «Пять звезд премьер-меню» подойдет для этого лучше всего. Да. Корм «Пять звезд премьер-меню». Все включено. Ничего лишнего. Программа «Планета собак» рекомендует. Мы прощаемся с Мальтой, с нашими новыми друзьями и с этой замечательной собакой, которую мальтийцы называют Кельталькачатамальта. Это небольшая, но очень сильная собака. Я верю, что в самое ближайшее время эта порода будет официально признанной мальтийской породой. Ведь собаки – это правдивые зеркала, в которых отражаются наши характеры, поступки, достоинства и недостатки. Девиз нашей программы – хотите лучше узнать людей, побывайте на планете собак. До свидания. Пока.